Это программа «День с толком» в студии Дарьи Демиллер. Здравствуйте. Томенко в топе. Почему губернатор возглавил рейтинг известного мужского журнала? Зловонный запах отравляет весь подъезд. Сильный запах стоит уже здесь. Барнаульская девушка устроила дома настоящую свалку. С 1 июля цены на бензин вновь вырастут. Как в старом детском анекдоте. Папа, ты, наверное, будешь меньше пить, да нет, мы будем меньше есть. Только и всего. Что об этом думают барнаульцы? Губернатор Алтайского края возглавил рейтинг известного мужского журнала. Виктор Томенко стал героем рубрики «Депутатская неожиданность». В журнале собрали высказывания российских политиков. Томенко занял первую строчку. Винценосную фразу «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя» губернатор обронил в августе прошлого года после знакомства с вверенным ему регионом. Авторы рейтинга оценили честность и лаконичность высказывания. Также в тройку вошли Владимир Путин с высказыванием о том, что в случае смерти россияне непременно попадут в рай. И 24-летний депутат из Екатеринбурга Андрей Пирожков, заявивший в свое время, что «ГУЛАГ» – это очень хорошо. А вот в рейтинге по качеству дорог Барнаул на 39-м месте из 150 возможных. Хотя многие автомобилисты отмечают, что за последние несколько лет барнаульские дороги стали заметно лучше. И все же ряд претензий предъявляют. Так многие водители не могут понять, почему ремонтные работы продвигаются медленно. Как пример, приводят Змеиногорский тракт. Там уже неделю на значительной протяженности дороги установлены искусственные препятствия. Рабочие демонтируют старые люки и устанавливают новые. Отсюда ежедневные автомобильные пробки. Как нам удалось выяснить, все работы проводятся согласно утвержденному графику. Если на одном из участков не видно дорожников, это значит, что бригада в данный момент трудится на другом объекте. Объем строительных работ очень высокий, и нет возможности все силы бросить на конкретную улицу. А если возвращаться к люкам, которых, к слову, достаточно и на Ленинском проспекте, то многие автомобилисты задались вопросом, почему колодцы установлены именно на проезжей части. За ответом мы обратились к специалисту. Сначала устанавливали коммуникации, а потом уже, собственно, прошла дорога, скорее всего. Поэтому они оказались на дороге, особенно на проспекте Ленина, который расширялся постепенно. И, соответственно, вот эти люки, они оказались на проезжей части. Как можно устроить свалку прямо в квартире? Таким вопросом задаются жители дома на Шумакова, 68. Несколько лет назад их соседка решила не выносить мусор из дома, а еще сделала ванну местом для отходов. Журналисты толком побывали в доме, поговорили с жильцами, оказались в шоке от увиденного. В первом подъезде дома на Шумакова, 68. Две мусорки, контейнер на улице и квартира на седьмом этаже. В ней живет Ольга. Как говорят соседи, жилплощадь ей, младшей сестре в наследство оставила бабушка. Соседи говорят, что бояться Ольге нечего. Дверь она не закрывает, только подпирает стулом перед тем, как уйти, или даже когда она дома. Как видим, даже двери в секцию нет. Действительно, все подтверждается. Перед дверью только стул, и сильный запах стоит уже здесь. Двери стулом подпирают соседи, даже когда Ольга дома. Они же нам и открыли. Из различимого на фоне мусора, только кошки, аккуратно расставлены корм и мухи. Не добрались мы только до главной достопримечательности. Ванной, в которой вместо туалета справляют нужду. Это источник зловония для всего подъезда. Оператор почти героически продолжает снимать. В итоге не выдерживаю я. Все, Андрюх, хорош. За долги в квартире отключили свет и воду. Унитаз забился, потому его должность заняла ванна. Никакие инстанции проблемы решить не пытались, говорят жители. Там еще сестра старшая прописана, там еще ребенок прописан. У нее в квартире? Конечно, в этой квартире. А где органы опеки? Решить вопрос предлагала председатель совета дома. Вычерпать силами жильцов содержимое ванны и за 3000 рублей заказать сантехника, чтобы тот прочистил унитаз. Попытаться помочь может и управляющая компания, которая почему-то бездействует. Самый главный вопрос – предоставить доступ в квартиру для выполнения работ по устранению недостатков. Управляющая компания уведомляет жилищную инспекцию, прокуратуру. И если собственный не проявляет никаких действий, то тогда управляющая компания обращается в иском суд о том, чтобы был предоставлен доступ в квартиру. Судя по всему, сама хозяйка злополучной квартиры порядок наводить здесь не собирается. По словам местных, женщина не реагирует на замечания и своим поведением дает понять, что обитать в помойке ей комфортно. Похоже, только жильцы смогут избавить себя от мук. Андрей Дреер, Андрей Печеркин. День с толком. А для кого-то жилье может стать путевкой в новую жизнь. Сегодня в Бийске прошло выездное заседание комитета по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания. На повестке дня исполнение регионального закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках визита депутаты и представители профильных министерств посетили единственное в край общежитие для детей, которым без поддержки государства устроить свою жизнь просто невозможно. Машинки, кухня, абсолютно все, что необходимо для человека, здесь все есть. Они не называют друг друга соседями, говорят по привычке коллектив. Но есть и другой официальный статус – граждане, которые нуждаются в социальной поддержке государства. Это общежитие для детей-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Обратилась к своей валентальной за помощью, потому что проживать на данный момент было негде. Мы с ребенком жили в общежитии техникум лесного хозяйства. Обратилась к ней, она мне помогла. Организовали комнату, выдали садик, дали место в садике. Елена Сысоева – куратор общежития. Его жители иначе, как мои дети, не называют. Именно она встречала сегодня гостей из комитета по социальной политике АКЗ «Сбийска». На сегодняшний момент 45 человек проживает, 10 супругов проживают, 10 дополнительно, и 9 деточек у нас проживают. Реализация программы поддержки этой категории молодых людей в «Сбийске» началась 7 лет назад. Изменилось само общежитие, изменилось отношение к нему и детей. Сегодня это образцово-показательное учреждение, где выпускники детских домов обретают свой дом, учатся самостоятельной жизни. Это действительно тот мини-социум нашей категории, с которым в приоритетном порядке работают все органы власти на сегодняшний день. Это, безусловно, как положительный пример. Вторая часть выездного заседания депутатов АКЗ прошла в более официальной форме. Здесь уже звучат цифры статистики и обсуждаются проблемы. Одна из самых злободневных – отсутствие постоянной регистрации по месту жительства выпускников детских домов и школ-интернатов. Как следствие, возникают проблемы с трудоустройством, получением материальной помощи и, главное, с постановкой на учет на предоставление жилого помещения специального жилого фонда. В прошлом году, я вам сейчас назову, в Барнауле 51 помещение было приобретено. То есть три раза меньше, чем в «Бийске», да? Да, гораздо меньше. В «Новолтайске» 60, в «Бийске» 38. Депутаты «Бийска» намерены изучить механизм выдачи жилищных сертификатов для взрослых сирот. Такой опыт имеется в Приморье. Елена Кузовкина, Марина Волкова, Иван Зяблицкий. День с толком. А вот о повышении стоимости топлива на заправках края заговорили уже сейчас. С 1 июля цены на бензин вновь обещают повысить. Все из-за заморозки цен, которые правительство страны, по сообщениям из различных источников, не намерено продлевать. Кирилл Политов буквально только что вернулся с улицы, где спрашивал у барнаульцев, готовы ли они пересесть на велосипеды и что вообще думают насчет стоимости горючего. Да, в принципе, ну 40 рублей было бы нормально. А вот с 1 июля говорят, что еще возрастет. Возрастет, ну, что, зарплаты тоже, может быть, повысят. Было бы здорово. Хотя бы, чтобы он не превышал уровня нынешнего. Хотя бы, но обещает больше. Это неправильно. Там, я не знаю, рублей 30, наверное. Все, потому что в Казахстане даже дешевле два раза получается бензин. Причем наш бензин. Я думаю, это будет все влиять на цены в магазинах, потому что в транспортные расходы, поэтому отрицательные все же. Когда еще 30 рублей примерно был, это еще терпимо было. А сейчас вот больше 40 уже, ну, не наступно многим людей. Трудно, короче. Как в старом детском анекдоте. Папа, ты, наверное, будешь меньше пить. Да нет, мы будем меньше есть. Только и всего. Символ Барнаула – торговые центры. Так считают жители города, опрошенные Общероссийским народным фронтом. Однако визитными карточками барнаульцы назвали дом под шпилем на горный парк, площади Победы, Сахарова и Октября. В список также вошли горная аптека, филармония и барнаульский зоопарк. Общественный народный фронт провел этот опрос, чтобы понять, какие объекты культурного наследия важнее всего сохранить. Например, эксперты хотят обратить внимание властей на исторические здания, которые находятся в плачевном состоянии, и те, которые еще можно спасти. Зачастую мнение специалистов, экспертов в этой области, историков, краеведов, представителей органов власти бывает разнятся с мнением населения, которое проживает в том или ином городе, селе, поселке. Если бы такой опрос прошел ранее, возможно, удалось бы спасти и усадьбу купца Михайлова, от которой сейчас остались одни руины. Представители ОНФ намерены и далее проводить опросы среди населения, чтобы выяснить, какие памятники культуры, что называется, под ударом. Для того, чтобы вовремя проводить работу по их сохранению. О управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры другая задача – увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 60 тысяч человек за 5 лет. Напомним, наш регион является одним из исполнителей нацпроекта, в рамках которого будет оказана хорошая поддержка бизнесменам. Что это за поддержка и каким образом власти планируют в такие сжатые сроки увеличить число занятых – расскажем далее. Алтайский бизнесмен со стажем Вячеслав Шестаев пришел сегодня в Государственный фонд развития малого и среднего предпринимательства за займом под выгодный процент на развитие бизнеса. У предпринимателя уже есть своя компания, которая занимается обслуживанием сельхозтехники, но Вячеслав хочет открыть еще одну – по производству сельхозоборудования. На новый бизнес нужны деньги. Какая сумма вас интересует? Ну это все зависит от условий, естественно, потому что, сами понимаете, чем больше сумма, тем более выгодные проценты, я думаю. То есть на маленькой сумме, я думаю, я останавливаться не собираюсь. В фонд за последний год обратились тысячи человек. Здесь не только предоставляют займ, но и рассказывают, как грамотно начать бизнес. Еще полтора года назад такого фонда вообще не было. Его создали для того, чтобы до 2024 года увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Мы к 269, отвечу просто на ваш вопрос, должны достичь цифры 329 тысяч занятых. Это плюс почти 60 тысяч занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства. Безусловно, это такая амбициозная цифра. Амбициозная, но реальная, считают власти, ведь на поддержку алтайского предпринимательства планируется направить около 2 миллиардов рублей краевых и федеральных средств. Деньги должны освоить в течение шести лет. Они пойдут на обучение бизнесменов, информационную поддержку и предоставление займов. Кстати, предприниматели через алтайский фонд могут получить займ до 5 миллионов под выгодный процент. Для приоритетных сфер, которые тоже определены с учетом мнения и предпринимательского сообщества, и отраслевых органов власти, начинаем мы с 5 процентов. Потом базовая ставка 6,25 и максимальная ставка 7,75. А бизнесмены, которые осуществляют свою деятельность в моногородах, могут рассчитывать на кредит и под более низкую ставку. Кстати, в фонд развития предпринимательства может обратиться любой желающий. Кредит, конечно, гарантирован далеко не всем, но информационную поддержку обещают каждому. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Зимой и летом одним цветом. В Барнаул из Голландии привезли новую траву. Речь идет про современное искусственное футбольное поле. Теперь это покрытие должно будет заменить старое на базе школы «Динамо». Прежнее в прямом смысле износилось до дыр. Сейчас газон свернут в рулоны. В характеристиках прописано, что это инженерная разработка последнего поколения. Страна-изготовитель – Нидерланды. Газон по своим качествам, отмечают профессионалы, практически не отличается от настоящего. Якобы мяч катится так же, как и по натуральной траве. Из дополнительных плюсов – зимой газон можно залить льдом, использовать его как каток, и при этом он не испортится. Гарантия голландской травы обещают производители не менее пяти лет. – Нужна крошка, чтобы подвезли крошку. Тендер как можно побыстрее прошел. И чтобы нам хотя бы в августе, пока сухая погода, потому что 10 дней надо, чтобы была хорошая погода, уложить поле. Поэтому будем торопиться. Я думаю, что и дети будут уже оттачивать свое мастерство. Более тщательно, более качественно пройдет наш тренировочный процесс. Барнаульская школа «Динамо» получила новинку благодаря федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Пока пришла лишь часть одного большого целого. Замену в «Динамо» проведут на так называемом верхнем поле бывшей базы «Трансмаш». Ну а мы подводим итоги розыгрыша, которые объявили совместно с парком развлечений «Орликино» в наших группах во ВКонтакте и в Инстаграм. Подарочные сертификаты получают еще два участника. Они могут кататься на любых аттракционах парка «Орликино». В ближайшее время мы свяжемся с победителями и вручим билеты. А сейчас объявляем новый розыгрыш. Напомним условия. Вступайте в группу «Толково» в ВКонтакте, сделайте репост записи о розыгрыше себе на страничку и закрепите на стене до окончания конкурса. Или подписывайтесь на наш Инстаграм и отмечайте двух друзей в комментариях. Итоги подведем 3 июля. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи!